Уважаемые друзья, здравствуйте! Сейчас мы вам расскажем об одной особенности подготовки плодовых и ягодных культур в саду к зимовке. Сейчас не будем обсуждать основные моменты обрезки, подготовки, опрыскивания растений. Самый основной момент это в октябре месяце влагозарядный полив. Для хорошей перезимовки растений яблони, груши, сливы, смородины, крыжовника и так далее, необходим очень обильный полив. Обильный полив необходимо проводить именно в октябре. После того, как эти растения мы подкормили фосфором и калием, эти растения мы поливаем. Для больших деревьев яблони и груши необходимо около 300-350 литров воды на каждое растение. Для более мелких растений возрастом, для сливы, для вишни, черешни, около 150-200 литров воды. Для кустарников, таких как смородина, крыжовник, малина, нам необходимо 80-120 литров воды. Благо в этом году осенние дожди были обильные и все растения были пролиты очень хорошо. Для почв глинистых, где растут эти деревья, кустарники, этого достаточно. А если у кого почва песчаная, субпесчаная, то тогда в этом случае полив надо продолжить. Дело в том, что подзимний полив, во-первых, спасает растения от сильных морозов в зимний период, во-вторых, влажная почва очень сильно подмерзает и при этом уничтожаются все вредители, которые находятся в почвенном слое на глубине 15-20-30 сантиметров. Октябрь месяц идет усиленный рост и развитие корневой системы и для хорошей перезимовки, и чтобы корневая система вызрела полностью, им необходим обильный полив. Уважаемые друзья, подписывайтесь на наш канал. Те, кто подписался, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы, отправьте ваши комментарии, мы на них будем отвечать. Удачного вам урожая, уважаемые друзья! Субтитры сделал DimaTorzok